Так, отлично. Расскажу не только об античном, но и отчасти о таком чуть-чуть средневековой теме, поскольку мой рассказ будет связан с сложностями датировки большого географического сборника. Значит, мой рассказ посвящен теме Чудес Василия Великого, которые, как ни странно, там и сам встречаются в научной литературе интерес к ним, но в целом он непропорционально мал по сравнению с, как мне кажется, с важностью этого памяти. Ну, понятно, что Василий Кесарийский, он же великий, выдающийся представитель малоазиатской грекоязычной аристократии, который прославился в IV веке не только как символ победившего направления, приведшего к победе никейства над арианством, торжествовавшим в 50-х, 60-х и даже 70-х годах при жизни, собственно, Василия, но ставшим известным благодаря своим усилиям насадить аскетические практики разные в Каппадокии составившего устав, заведшего филантропию, в частности, первой общественной больнице, госпиталь. Его усилиями возник, ну и не в последнюю очередь связанного с редактированием прототипа литургического чина, который сейчас носит его имя, литургия Василия Великого. Но если мы с вами откроем любой минологический или русский, греческий и какой угодно сборник, мы под первым января будем там, в день, когда празднуется память Василия Великого, будем там искать его житие. И наши поиски не будут тщетны, мы там его найдем. Но то, что мы там находим, оказывается весьма проблематичным с точки зрения текстологии. Дело в том, что абсолютное большинство наших современных представлений о жите Василия Великого основывается на одном тексте, опубликованном в 1644 году в Париже. Этот текст опубликовал знаменитый исследователь Франсуа Комбефис, или Комбефе, как некоторые его транскрибируют. И поскольку в те времена указывать свои источники было не очень обязательным, мы не знали и не знаем точно, на каких рукописях основывался Комбефис, когда публиковал житие Василия Великого. Ну, я, поскольку я сейчас в настоящий момент прочел все примерно, ну, доступные мне 185 рукописей с этим же темой, я могу сказать, что он основывался примерно на трех рукописях. В основном это две рукописи из Парижа и одна из Ватикана. Вот. Но он где-то называет это «эксуну манускрипту», «эксальтуру манускрипту». В общем, все это таким туманным по тем временам филологические, так сказать, отсутствие филологической акребии в отношениях житийных текстов оправдывалось. Вот. В отношении античных все было нормально. Значит, и, собственно говоря, с этого времени, после того, как Комбефис тогда опубликовал, этот текст стал, так сказать, таким стандартным. Существует несколько перепечаток того же текста Комбефиса с его ошибками, с его неправильностью и даже перестановками текста. Последний в серии «Виблиотеки Эльдома Паттера» опубликован в собрании сочинений амфилохии Канийска. Ну, понятно же, перед нами соотносится на житие главного святого греческого востока. Значит, и поэтому этот текст достоин внимания. И в греческих, в манологических собраниях он присутствует под 1 января, он присутствует также в наших честьях-минеях, и в славянских манологических сборниках он тоже там присутствует. И этот самый текст под именем амфилохии Канийска. Интересно следующее, что почему, значит, этот текст так заинтересовал ученого, значит, близкого к мористам. Потому что уже во времена иконоборчества этот текст попал, очевидно, с какими-то беглыми монахами на латинский запад. И Анастасия Библиотекарь, вероятно, заказал этот перевод. Или, может быть, даже самого сделал, и он оказался переведенным на латинский. Кроме этого, кусок из этого, значит, как бы из этого вроде текста цитирует Патриарх Никифор. То есть, вроде бы, все хорошо. Но, а дальше оказалось, что этот текст был скомпрометирован. Поэтому к догадке Бернджера и неудачным проектам издания я вернусь чуть позже, а сейчас про компрометацию. Значит, как вот мы видим здесь, знаменитые баландисты, исследователи житийной литературы, издали, значит, первый том января, несколько позднее остальных. И этот том, когда он доходит до жития Василия Великого, вот эта строчка из амфилохии, где с латинским переводом комбифис опубликовал это, открывается следующей статьей. «De Vita Sancti Basilii Apocrypha». Значит, где говорится, что, значит, это сочинение, амфилохия епископа Эконенсе перперам импутата, значит, это «Вита», что это чистой воды апокрифы и обман католических христиан, и по этой причине помещать в актосанкторум это вот почтенное житие, которое комбифис опубликовал с такой помпой, они отказываются. Что же сделали баландисты? Баландисты поступили очень простым образом. Они взяли панигирик Григория Богослова, написанный в год смерти Василия Великого в 379 году, поместили отредактированный и упрощенный по нормам уже конца XVII века латинский перевод, конца XVIII, значит, латинский перевод его, и, значит, снабдили вот такой статьей. Таким образом, житие Василия, житие Василия, которое перперам импутата, как сказано, значит, амфилохию оказалось скомпрометированным, выкинутым с парохода современности и оставшимся в употреблении только на Востоке. С тех пор, в общем и целом, интерес к нему присутствует только у каких-то, так сказать, маргиналов. И вот в свое время был такой канадский монах Дэвид Берлинджер, который вдруг неожиданно перелистывает это вот издание, обнаружил там несколько интересных таких текстов фольклорного типа и написал статью о том, что вот эти чудеса отражают древнейшую практику исповеди. Сейчас я расскажу, что там было дело. И с тех пор у Берлинджера было несколько таких друзей, которые пытались в 92-м году что-то опубликовать, но кончилось тем, что самый младший из его друзей передал мне все наработанные документы, сказал, что если у вас есть возможности и силы, издавайте. С тех пор я стал собирать все версии, но поскольку собирание разных версий дело длинное и завлекательное, то вот только сейчас, в общем, дошел до того, чтобы можно этот текст окончательно издать в разных версиях. Но интересно следующее. Как я говорил, уже в книге сочинений, которая называется «Рефутация этой версии», ну, в латинской версии «Патриарха Никифора» приводится кусочек якобы из жития Василия Великого, то есть, да, которое я попытался его отождествить, но оказалось, что в тексте его нет. Соответствует этот кусочек не житиям Филохея Кайниского, а тексту, который опубликовал в своем житиях мучеников и святых Польбиджан знаменитый, значит, ассумпционист такой сириец, мелкит, который много потрудился над житийной литературой сирийской. А другой ученый немецкий, значит, Цеттерштейн, не зная о том, что Биджан уже опубликовал этот текст, взял и еще раз опубликовал его в одном фестшрифте. В результате у нас оказывается три текста. Сейчас, почему-то он тут у меня барахли, а, вот что, барахли. Значит, это я просто переписал текст Цеттерштейн еще в те времена, когда переписать было дешевле, чем что-то копируем. Значит, у нас оказывается следующий текст комбифиза, который состоит из Панигирика и сборника чудес, в котором мы сейчас обратимся. Значит, вот этот текст опубликован в 1944 году. Цеттерштейн опубликовал еще один Панигирик, значит, который явно цитируется Никифором, имеется древний силийский перевод и носит имя Амфилохии Каннистского. Возникает вопрос, как в отношении этих двух Панигириков расположен сборник чудес Василия Великого. Вот, значит, один Панигирик, Амфилохия, другой Панигирик, Цеттерштейн опубликованный, наоборот, древнейший. Это я перепутал здесь. И чудеса, здесь все правильно написано. Значит, первый датируется, вероятно, временем около смерти Василия Великого, ну, потому что там он такой, так сказать, возвышенный, но без всяких факторных элементов, довольно сухой. Здесь уже присутствуют разные элементы, так сказать, эпизации, вот, ну и, наконец, сборник чудес. Имя составителя представлено в греческих текстах, в том, как Амфилохий Каннистский. Вот, это Парижская Амфилохия у епископа Икунил, здесь тоже Амфилохия у нас где-то, вот Амфилохий, съехал, вот Амфилохий, ну и это Торидзе Сергиево, значит, рукопись славянского, я слышал, честь имени, вот он, значит, отца нашего Амфилохия, епископа Икунистского. Как вы видите, слависты, значит, могут видеть, что наша славянская традиция следует этому. Но, понимаете, в чем дело? Удивительным все показалось ничего. Вся греческая традиция содержит Амфилохия, кроме унициальных рукописей. В унициальных рукописях имя Амфилохии не встречается. И это застало меня задуматься. К сожалению, древнейшую рукопись, какой-то умник, желая прочесть ее в Бодлианской библиотеке, залил чернилами, в результате, ну, это как-то жутким раствором, в результате прочистить сейчас, когда ничего невозможно, остается поверить Дельвое, который ее видел когда-то, в 19 веке, и, значит, написался там, там присутствует имя другого человека в качестве автора, а именно имя Элладия. Это Бальзон на Манадуш. Потому что, когда я стал заниматься сирийскими и всякими, грузинскими и всякими другими версиями, то выяснилось, что никакого Амфилохия там нет. В качестве автора находится имя сирийское Хеладиус. Значит, в арабской версии, которая сохранилась на Синае и, значит, датируется IX веком, тоже Элладиус. Значит, и дальше в текстах «Житие» тоже встречается блаженный муж, значит, Аойди Мусанер Элладиус. Исходя из этого, можно сформулировать довольно простую гипотез, что, значит, вот это все «Житие» было написано, точнее говоря, сборник, и Панигирь были составлены Элладием, который был приближенным к Василию Великому. А потом стал циркулировать текст, обладавший несколько большим авторитетом, который и знал патриарх Никифор в Константинополе, и, соответственно, перевели на сирийский. Это текст, значит, Цеттерштейна, опубликованный. Теперь возникает вопрос, откуда взялось имя Амфилохия? Именно оттуда, потому что все знали, что главный автор Амфилохии, и постепенно вместо имени Элладия, который сохранился только в унциальных рукописах греческих и во всех восточных версиях, без исключения, значит, сюда перекочевал текст Амфилохии. И поскольку, значит, рукописи, написанные минускулом греческие, имеют, конечно, более позднее происхождение, там, 14-й, 12-й, 13-й, 14-й века, 15-й, 16-й, 17-й, ну, вот, какие-то более древние, там, какие-то более ранние. Мы как раз с Борисом Львовичем Фонгичем на эту тему долго, так сказать, собеседовали, вот, поэтому этот вопрос можно считать закрытым. А вот теперь, коли уж мы выяснили, что существуют сборники чудес, которые сохранились в восточной версии, и более того, в восточной версии есть такие, в которых Панигерик Амфилохии не сохранился вообще, вот, например, вот эта рукопись Дамаска, из Патриархата Дамаска, 17-18, где Амфилла Айладио приписывается только сборник чудес. И вот, собственно говоря, а это арабский перевод, примерно близкий, по традиции, сохраняющийся на Синае. Итак, значит, что у нас в результате получается? У нас есть сборник чудес, которому пристегнули впоследствии Панигерик, а затем с еще одного Панигерика, имеющего отдельную текстуальную традицию, на него слетело имя Амфилохия. Значит, теперь мы забываем полностью про Амфилохию, у нас есть сборник. Эти чудеса, значит, этих чудес, вот, как вы видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, на самом деле их тринадцать. Потому что еще одно чудо об обращении Василия было включено в вот этот вот, так называемый, понедельник. Но оно формально в нее не включается. Что это за чудеса? Ну, значит, эти чудеса должны представить великого святителя Василия Великого в качестве такого образца настоящего иерарха, который, значит, смотрю на время, который, так сказать, ведет себя правильным образом, всегда являет собой пример для подражания. Но на самом деле здесь настолько разные истории, что классификация возможна только в предварительном виде. Значит, первое, я разделил их, типа, чудес, на политического характера. Первое, значит, это там, где Василий Великий представляется в качестве какого-то, так сказать, могучего увещевателя начальников. Существуют, значит, различные роды негодяйские начальники. В частности, вот там есть, значит, антипат, какой-то проконсул, который пытается получить деньги с некой женщины незаконным образом. И Василий, значит, его, на него воздействует удивительным образом, рассказывая ему про его нечестие и всякие нехорошие поступки. И тот, устыдившись, значит, того, что тот, Василий, о нем что-то знает нехорошее, значит, отпускает эту женщину. Вторая история, это история про Елиана Отступника. Вот это вот, вот это вот, вот это самая известная история про Елиану Тупоровату, которая, вообще говоря, отражает очень длинную, существует старая статья Нормана Бейнса по этому поводу, наполовину неправильная, но интересная. Это восточная традиция о том, как Юлиан хочет разрушить весь Христианский Восток практически, а Василий его не дает, откупаясь от него. Это вполне такая образец византийской такой конструкции, при которой от злодеев нужно откупаться, а не воевать с ними. Но в целом, значит, он посрабляет этого царя. Затем следующее посрамление Валента царя Арианина, который, значит, причем там в начале говорится очень своеобразно, что Валент был нечестивец тон арианон гересос, то есть арианской ереси, эмалон тон герленон, или скорее даже языческой. То есть вот здесь мы видим уже, что автор начинает играть с понятиями еретик, язычник, и это первый шаг к тому, чтобы переинтерпретировать историю с Юлианом Отступником, как историю с нечестивым царем, еретиком, который интерпретируется в качестве язычника. Значит, ну и последняя история о церкви в Никее, что, дескать, ариане захватили церковь в Никее, и Василий Великий получает от царя право стать кадей, да, там, судьей таким, он устанавливает правило, что церковь закрывают, навешивают много замков и печати, и все, и ариане молятся, пытаются открыть дверь, и, значит, никейцы-христиане молятся православные, тоже пытаются открыть дверь, и кому откроется, тот и будет владеть церковью. Ну, значит, естественно, как вы понимаете, молиться ариане у них ничего не получается, значит, потом молятся православные христиане, и у них, значит, все получается, и дальше следует некое вот такое, как бы рассказал древнерусский книжник, сокресты, значит, как они ходят, там, чего они поют и так далее, живу Василий Великий, то есть там вся эта история служит прологом к определенному мини-литургическому читу. Значит, второй тип, и это цивилизационный, их всего два. О Ефреме Сирине, ну, я не буду подробно говорить, недавно я в Вестнике Древней Истории опубликовал про парадную версию эту историю, якобы, что Ефрем Сирин, дикарь такой, который живет в пустыне, он полный дикарь, потому что не знает греческого языка, и он молится только об одном, чтобы Господь дал ему возможность говорить по-гречески. Значит, причем, в греческом тексте написано «Геллинисти», да, по-гречески. В сирийском версии написано «Яунаид», то есть по-ианистски, ну, тоже по-гречески. А в арабской версии написано, не смущаясь ничем, значит, «Беллогатромания», то есть языком римским, ну, рамейским. Значит, и вот, значит, он приходит к Василию, Василия вызовет в алтарь, и Ефрем туда не идет, и, наконец, Василий сам к нему выходит, и спрашивает, какое твое желание, и Ефрем через переводчик ему говорит, что я хочу познать греческий язык, и тут же происходит чудо, он узнает греческий язык, и из варвара становится, наконец, нормальным человеком, который говорит по-гречески. Значит, тем самым он совершает эволюционный переход. Из дикаря, значит, Арамея он превращается в нормального венантийца. После этого он радуясь возвращается к себе, значит, в пустыню, и пустыня процветает, естественно, после этого. Значит, замечательная история про обращение еврея, где еврей, значит, видит чудо, совершенное Василием, и, значит, решает зайти в храм и тайно причаститься. Ну, и, значит, после того, как он тайно причастился, не будучи крещеным, Василий Великий говорит, что поскольку чудо совершилось уже, то надо его крестить. И здесь у нас есть переход к третьему типу чудес, которые я называю институциональными. Они очень связаны с различными обычаями, которые на конце поздней античности, значит, устанавливались в, ну, и еще даже при Василии, в Малой Азии. В частности, например, классическая история о том, почему Василий Великий, значит, почему вешают голубя над алтарем. Василий Великий всегда вешал золотого голубя над алтарем. И вот в какой-то момент некий диакон, который совершает, значит, литургию, во время службы начинает подмигнуть к какой-то девчонке, так сказать, среди верующих. Василий Великий стоит спиной, он это видеть не может, но голубь, который обычно качался во время, значит, совершения литургического священнодействия, не качается. И тогда Василий понимает, что это божие чудо, которое показывает нечесть и диакону. Значит, в чем же, собственно, состоит чудо? А чудо состоит в том, что Василий увидел это, наказал диакона и повелел этого голубя вешать во всех церквах, чтобы, значит, он показал, нет ли там какого безобразия. Вот. Другая история институционального типа – это покаяние женщины. Значит, вот это как раз то, что Бернджера вообще пленила. Там история такая, что некая женщина, зная за собой тяжкие грехи, приходит к Ефрему Сирину, который теперь уже говорит по-гречески, видимо, и говорит, что вот такие страшные грехи. И Ефрем Сирин говорит, что нет, я не могу эти грехи разрешить, есть только один человек в мире, который может эти грехи разрешить. Это Василий Великий. Ну, тогда, значит, женщина собирается и идет, видимо, тоже из пустыни, в Кесарию. Но к тому времени, значит, когда она приходит, Василия, она как-то там не застает. Значит, а нет, она, да, и он, значит, Ефрем ей перед тем, как она идет, говорит, а ты напишешь свои грехи на бумажке и дай их Василию. А она приходит, она говорит, Василий уже скончался, вот уже отпели и уже, так сказать, похоронили. А она говорит, как же так, вот я же тут на бумажке. Она говорит, как? Ну, и все равно идет в пустыню, горько плачет, теперь некому отпустить ей грехи. Ну, и, так сказать, перед тем, как окончательно разувериться в том, что, значит, грехи ее будут причинены, она разверзывает бумажку, и там ничего нет. И, значит, и когда она приходит к Ефрему, ей говорит, а это вот, вот Василий, вот чудо, значит, совершилось. Значит, для чего это все нам говорится? Это говорится для того, чтобы показать, какие бывают формы, значит, абсолюцию. Да, значит, вот есть абсолюцию вокализ, а есть абсолюцию скрипта. Значит, написал, вручил, и все. На этом, значит, ну, это к теме, конечно, индульгенции имеют никакое отношение, Ну, и раньше есть в источниках такие чудеса. Да? Ну, до 4 века, я думаю, нет. Не-не, позже. А, позже, да? Значит, ну, это вам виднее. Значит, и последняя, две темы, которые в этом сборнике есть, как мне, по моей реконструкции, относятся к так называемым мессерианским спорам. Спорам, возможно ли неинституализированный аскетизм людей, живущих просто где-то, занимающихся аскетическим подвигом и так далее. Там два и две истории про Анастасию Пресвитера, которая живет со своей женой, выдавая ее за сестру, и Василий Великий, значит, узнает, что она, оказывается, на самом деле, его сестра, хотя все называют ее женой, и все говорят, что вот Анастасий не может, например, быть избран хор-епископом, то есть священником-епископом, потому что он живет с женой. И тут Василий приходит и говорит, что нет, она не жена, чудом узнает. Значит, он узнает, что это аскет настоящий. Вторая история, брат Петр, про которого тоже, то же самое история, что он живет со своей женой, как с сестрой, и, значит, там происходит настоящий суд. Вот это здесь, вот здесь был суд, и здесь другой суд, где Василий Великий говорит, протяните свои одежды, мы наносим в них угли, если угли прожгут одежду, значит, вы блудники. Значит, живет брат Петр со своей женой, уже став епископом, а, значит, продолжает брачное сожительство, что запрещено, как бы, вроде уж для епископа. Вот, но и он уже простирают свои одежды, угли сыплется, и еще, еще сыплется, и там специально, и добавили, да еще, но люди не повели, тогда Василий сказал, еще добавить, и уж туда навалились в угли, так много, что одежда почти, почти, значит, проторзовшаяся, и вот, значит, все подтверждается, то есть вот такой Телион, не знаю, как это назвать, не Телион, а как это называется, Ордалье, значит, Ордалье, да, значит, Божий суд, да, Божий суд, он совершился, вот здесь Божий суд, совершился и здесь Божий суд, поэтому, вот такой сборник, любопытный, значит, этот сборник, совершенно очевидно, к Панегирикам имеет, ко второму Панегирику, а к Панегирику, и к Центрштейну, никакого отношения, а к первому Панегирику, очень условное, скорее всего, этот Эладий, который, ну, примерно восстановился, как человек из окружения, младшего брата, Василия Вико-Григория Низского, собрал какие-то коллекции, и присоединил к ней нечто, что он считал, значит, своей речью в память Василия Великого. Когда это могло происходить? Значит, в основном, институализация этого сборной, как я считаю, его популярность, это начало VI века, то есть время гонения Юстина на миофизитов, когда, собственно говоря, те, кто не поддерживал имперскую курс на, так сказать, халкидонскую ортодоксию, пытались оправдать свои всевозможные, ну, свою позицию с ссылкой на авторитеты былых времен. Такая история была с Афанасием и Коптов, такая история была отчасти с Кириллом Александрийским, у них же. Вот, а в Каппадокии был такой епископ-сатирик, который, значит, всячески ссылался, что у нас где традиция Василия Великого, и он противопоставлял халкидонитам позицию, как бы, аскетическую и василиадскую. И вот, во всей вероятности, вот именно Кисалийской кафедры и епископ-сатирик вот эти, вот сборник чудес и, так сказать, сделал его настолько популярным, что он в качестве символической памяти легитимизировал позицию одной из сторон в этом монофизическом споре. Вот такая история. Спасибо. Большое спасибо, Алексей Владимирович. Можно вам опросить? Ну вот, не секрет, что сейчас вот этот термин «народное православие» очень активно используется, и вот все, что вы сейчас нам рассказывали, действительно, вот является, как бы, базисным. Ну, там, языков и так далее. То есть... Да. И реально вот хочется задать вопрос, ну, как-то под этим борьба, действительно, с властью, я имею в виду, Кесаря, да, и вообще государственная власть все-таки прослеживается, да, ну, помимо вот всех этих морально-нравственных, главное все-таки, это вот такая власть была, и вот эдакая. То есть, та была, как бы, народная, и, соответственно, вот эта религия, а это вот, ну, у нас-то сейчас это Романова, да, рубеж такой, да, после раскола мы уже народного православия решили. Насколько это вот, ну, близко, что ли, или все это, вот как вы правильно сказали, ну, обращение к авторитету прошлого, хотя вот Пыжиков-то и прочее, они на этого, они этого нам не знают. Но, по сути, есть тут какая-то вот вязочка, как на ваш взгляд? На мой взгляд-то очень даже есть, конечно. Ну, смотрите, я в целом специально заострил вопрос, потому что на самом деле, вот, увлекшись текстологическими всякими вопросами, я как-то, для меня вопрос о природе был себя в тени, сейчас я о нем задумался. В принципе, в этом тексте очень много народного православия. То есть, это всевозможные, так сказать, частные истории, там, кто чей брат, кто чего там, кто куда пошел, кто где оставил там залог и так далее. Вот, но с другой стороны, там есть и литургические вещи, характерные, сказать, для высокой, для высокой, а географии, которые читают и понимают люди, связанные с циркульной практикой. Поэтому, на мой взгляд, это все-таки пропаганда, составители которой использовали элементы народного православия, которые были в этих, вот, в этих рассказах о чудесах, которые совершенно очевидно, рассказы бытовали во время и сразу после смерти Василия Великого в 379 году. Я бы так поставил вопрос. Адаптированные. Да, адаптированные. Конечно. Вот такая вот повторяемость этого мотива. Видите, вот вы то, что рассказали, вы как бы нам очень хорошо все показали в историческом плане, как тот момент, какие-то там комбинации текстов, другой момент возникали. Значит, это все постоянно у вас требуется, да, кем-то. Понимаете, там есть тема вот хорошего царя. То есть, например, вот царь, орианский царь Валент противопоставляется злобному царю Ильяну. Почему? Потому что, хоть он и еретик, но он все-таки позволяет, епископ, ты суди, а я приму твой суд каким бы он ни был. И Василий там спрашивает специально у него, а если я сужу так, что твои, типа, будут не права, а мои права, ты примешь суд? Он говорит, ну ладно, будь по-твоему. Ну это как бы образец правильного царя. Тем самым, это элемент такого спектру, да, вот элемент зерцала. То есть, вот цари, смотрите, как надо правильно себя вести. Не то, что вот как сейчас, когда Юстин там сказал всех монофизитов выгнать из монастырей там без разговоров. Вот, то есть, можно сказать, что здесь элемент вот такого, я бы сказал, намека на правильное поведение царя вполне можно прочитать. И церковь, как вот, ну судья, не судья, но как контролер такой, понимаете? Ну да, да. Алистан Гавриловича. А вот, были ли более ранние подобные типа чудес записи? Это очень хороший вопрос. Спасибо. Значит, все зависит от того, если мы, если принять ту датировку, которую предлагаю этому сборнику я, то есть, начало собирания его уже в конце пятого, то есть, в конце четвертого, в начале пятого, и, значит, его полное функционирование в конце пятого, в шестом, ну то тогда надо предназначить, что это один из самых ранних сборников чудес. Вообще. Да, вообще, именно как сборник, географический сборник, потому что, конечно, у нас есть, например, чудеса Святого Артемия, вот это известно, тоже, значит, Юлиан Аступник пострадал при Леоне, но, как доказал Депре, который книжку опубликовал на эту тему, все-таки популярность этого сборника связана с иконоборчеством, то есть, все-таки распространение, хотя, вот я думаю, что составлен он примерно тогда же, база, но в иконоборческое время к этим, там, трем, четырем чудесам изначальному дописали большое количество других. Вообще иконоборческое время это время, когда потребность в народных легендах о лидерах таких, она возросла многократно, видимо, и поэтому с этим связана. Значит, что еще мне вспоминается? Текст, которым я много занимался, это история о Юлиане Отступнике. Другого подобного типа текста, который в это же время возникает, это Белохвар и Буддасаб, ну, Варлама и Асаб, да, то есть, прообраз. Он с какого-то персидского и с какого-то арабского примерно в это время переводится. Природа, история Варлама и Асафии, это тоже история разного рода чудеса. Если мы вспомним, там, по самой полной версии, там, в начале Огонений, потом история Царевича, потом притчи, которые вот взяты из Панчетантры, потом еще что-то, то есть, я думаю, что вот поздняя античность в изобилии порождала такого типа тексты, но вот как географический сборник, который пережил и прямо был все время практически популярным до баландистов, которые забили гвоздь в гроб популярности этого жития на Западе, я думаю, что перед нами один из самых ранних примеров. Ну и второе, про Славянский традиции в Славянской, точнее, какой вариант вы прослушали? Значит, в Славянской традиции это самое интересное. ну, если мы откроем Четиминея Макария, то там, значит, находится вариант восходящий к, ну, в общем и целом к тому же, который рукопись из Кориал-130 и обе рукописи из Парижа. Ну, это такой стандартный вариант с Амфилохием, греческий, и в общем, я, честно говоря, ожидал бы там увидеть обрывки студийской Минеи, вот про студийскую теорию, про студийскую историю Минеи пока не все понятно, вот, значит, но Соболевский опубликовал текст сборника, так называемый Житие Василия Великой, это маленький сборничек, опубликован в 1912 году, в котором он опубликовал древнейшую славянскую версию по нескольким, это его слова, это не мои, поскольку я не словист, я не могу претендовать на квалификацию, и вот там как раз у Соболевского присутствует Еладий, значит, и никакого амфилохии нету, но правда, с другой стороны, это кусок какого-то, видимо, минологического сборника, ну, минологического предварительного, потому что там дата стоит первая, там, января, вот, из чего, из чего я могу предположить, что вполне возможно, что тот комплект студийских мини, который попал на Русь, возможно, содержал вот раннюю версию, в котором еще амфилохия не присутствует, но это гипотетически, утверждать ничего не нельзя, но все-таки студийский комплект это достаточно такое большое достижение филологии византийской поэта. Тогда попадал ты к нам все-таки из Византии? Из Византии, да, 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 нет, с Византии, конечно, как, студийский монастырь, где он был. Большое спасибо. Спасибо. У нас теперь мы опять возвращаемся уже в такую российскую историю и в свою программу классического Оренбалда теперь уже субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok